Итак, доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game. И сегодня мы с вами посетим один из проектов, который еще не открылся, но объявил о своем альфа-тестировании. Ну и естественно приглашает всех желающих поучаствовать. Называется проект Divine Roleplay, расположенный на мультиигровой платформе Rage MP и построен на базе игры GTA V в Roleplay направлении. Но саму игру мы естественно показывать в Roleplay направлении не будем, потому что мы смотрим проект. А проект на мой взгляд достаточно интересный. И вот то, что вы сейчас видите, это вот начальное меню, меню персонализации. И оно выполнено в своем уникальном стиле. Ну, по крайней мере оно очень сильно отличается от того, что мы уже привыкли видеть на проектах, связанных с RedAge, DeadNet. Нет, здесь все сделано очень красиво. Единственная придирочка у меня вот к этому меню, которое уже, кстати, полноценное, оно функционирует и вообще очень здорово выполнено. Но надписи очень мелкие. Это вообще болезнь очень многих проектов. И этот проект тому не исключение. Надписи очень мелкие. Но меню очень красивое, интуитивное, хорошо сделано. Начиная с того, что можно выбрать даже национальность. Американец, европеец и еще как. Я выбрал, например, персонажа Северной Кореи. Ну, просто так, потому что это можно сделать. Персонаж легко крутится, хорошо настроенный. Есть пошаговость. Все очень и очень интуитивно. Ну, это вы, в общем-то, сейчас сами видите. Есть точно так же и в конце выбор изначальной одежды персонажа. То есть, не просто мы его кастомизируем, а еще и можно выбрать какую-то одежду. К сожалению, многие проекты это игнорируют. А это, на самом деле, прикольная штучка. Ну, вот таким вот образом, в общем, выполнено это меню персонализации, к которому вообще никаких придирок нет. И, несмотря на то, что это альфа-тест, данное меню уже полноценно рабочее и к нему вообще никаких претензий нет. Сделано все очень красиво. Также надо отметить, что разработчики заморочились и на начальную превьюшку. Посмотрите, как наш персонаж появляется на этот проект. Это тоже здорово. Ну, вот не везде это есть, а вот, как я и говорил, всегда из мелочей и рождается проект. Вот приятно, когда вот заморочились разработчики и сделали вот такую вот анимированную сценку того, как наш персонаж прилетел на этот проект. Ну, естественно, что место появления выбрано не просто так, а мы прилетели, мы появляемся в аэропорту. Здесь, конечно, ничего удивительного нет. У нас встречает NPC-шка, и этот NPC-шка нам предлагает первоначальный квест. Ознакомительный квест с этим проектом. Сделано все очень прикольно и забегая вперед, скажу, что вот это тоже уже, можно сказать, полностью рабочая и настроенная тема. Ознакомительный квест вас проведет по всем ключевым точкам, практически по всем рабочим занятиям. В общем, вот этот вот первоначальный ключевой квест, он сделан очень качественно. Тут тоже претензий нет. У меня все претензии только по мелким табличкам. Вот и все. Следующее, к чему бы хотелось придраться, это то, что, ну, друзья мои, вы зовете игроков зайти на ваш проект, потестировать, да? А вот транспорта для игроков вы не предоставили. Нету транспорта. Я не знаю, что здесь будет потом. Каршеринг, каренда, или, может быть, сразу же у персонажа будет свой транспорт. Я не знаю, что задумано разработчиками. Но вот на данный момент я зашел и двигаться по этому проекту мне не на чем. Об этом разработчики не подумали. Я нашел велосипед, но это не арендная точка, пожалуйста. Ее нету даже на карте. Ее невозможно найти через телефон, потому что у меня нету симки даже. Телефон не работает. Что касаемо самой карты, карта красивая. Но, как я могу понять, она взята с какого-то иностранного мода, с иностранной сборки, поэтому она абсолютно не переведена. По этой карте придется немножко полазить, посмотреть. Ну, переведено единственное слово, это игрок. Все остальное не переведено. Есть и функционал взаимодействия с транспортом. Тоже сделано очень прикольно, анимировано, плавненько все работает. Все сделано красиво, к сожалению, еще пока не очень хорошо настроено и практически не работает. Это меню взаимодействия с транспортом. Путем проб и ошибок мне все-таки удается сесть на велосипед. Как я сказал, это не арендованный велосипед, это не арендная точка. Такие велосипеды разбросаны по всему проекту. И этот велосипед тоже принадлежал какому-то из игроков, который зашел и бросил его здесь. Такой транспорт, как велосипеды или машины, валяются здесь по всему проекту. Админские машины, машины игроков. Машины игроков можно узнать, вы в дальнейшем это увидите, каким образом. Ну, вот это придирка к тому, что, друзья мои, ну вы зовете игроков потестить вашего проекта, находить какие-то баги, ошибки и тому подобное, вообще какой-то стресс-тест провести, да. Ну, надо же позаботиться и о людях, которые к вам заходят. Ну, вот на чем передвигаться по этому проекту. Ладно, двигаемся дальше. Первая точка, ознакомительная точка, это лицензированный центр, где мы получаем нашу ID-карту. И тут же в этом лицензионном центре нас перенаправляют в соседний зал, где нам надо получить категорию прав, ну, чтобы водить машину на этом проекте. Все сделано красиво. Красиво, доступно. Все дублируется в правом верхнем углу. Также все дублируется и на карте. Красной точкой обозначается ваш следующий шаг. Все замечательно. Сделано здорово, красиво и главное, что продумано. Ну, вот к самому вождению и к сдаче на права есть претензии. Не знаю, это конечный результат того, что вы задумали, или это просто тестовая версия. Но нету теоретической части, да. Ну, это может быть даже и хорошо для кого-то. Я тоже не особо люблю, когда делается теоретическая часть очень замысловатая. Но вот практическая часть, это само вождение, оно и вызывает ряд сомнений. Ну, и первое, о чем я хотел сказать, это маркеры, по которым мы ездим. Ну, ладно, там блеклый цвет, это мне наоборот, с моей точки зрения, это наоборот только плюс. Когда белый, не ярко-синий, не ярко-красный, оранжевый там, это ладно. Но направление маркеров вы разбросали как попало. Ну, вот когда вы их ставили, можно же было их как-то настроить? Показывают они, черт пойми куда. И это видно уже невооруженным взглядом. Следующая проблема, это количество этих маркеров, да и вообще время предпровождения на вот этом вот занятии по сдаче прав. Кататься придется через весь Лос-Сантос, петляя, петляя, не знаю, минут, наверное, 15 точно у вас это займет. Гонка не пойми куда и не пойми зачем. Непонятно, зачем это сделано. Ну, можно было бы заморочиться на какую-нибудь небольшую площадочку, загнать там машину задом в гараж или передом в гараж, там проехать по змейке через эстакаду и хватит. Ну, зачем гонять игроков вот такое длительное количество времени в пустую по городу? Ну, чему вы хотите его научить, да? Нажимать кнопку W? Ну, вряд ли, да, это к чему-то приведет. Надо же понимать, что, в принципе, вся игра GTA-шка это катание на машине. То есть, вы, мы и так, то есть, вернее, те игроки, которые туда зайдут, и так будут этим заниматься. Понятно, что никакого информации здесь, ну, нету в этом занятии. Так и зачем гонять игрока вот так долго по карте? Абсолютно непонятно зачем. Можно сделать какой-нибудь небольшой кружок. Я даже это как-то раз показывал, по-моему. А, на Радмире. Проект Радмир. Ну, если что, хотите, посмотрите вот по этой вот ссылочке. В правом верхнем углу. Там просто берешь машину, едешь вокруг квартала, буквально 3 минуты. Пока едешь, у тебя перед тобой загораются таблички с информацией. Где можно парковаться, где нельзя парковаться, какая скорость разрешена и тому подобное. Проехал вокруг квартала, буквально 2-3 минуты, все, поставил, ты сдал. Ну, а вот это вот катание, ну, к чему вы приучаете? Что, вы обучаете человека нажимать кнопку W? Ну, вряд ли это информативно. Поэтому, ну, я считаю, что это просто убийство времени. На вашем месте я бы, например, это сократил. Ну, или заморочился на какую-нибудь площадку. Но это альфа-тест, поэтому тут нельзя говорить, что вот это конечный результат. Может быть, разработчики все это переделают. Ну, и вы, наверное, заметили количество машин, которые разбросаны по карте. Это вот из-за того, что пригласили потестить, а транспорт не дали. И люди, ну, как бы, обузят вот эту автошколу, берут отсюда транспорт и на нем катаются. Я же начал кататься на велосипедах, которых тоже здесь огромное количество. Но велосипеды, к сожалению, баганные. Очень сильно баганные. Помимо того, что не на каждый велосипед можно сесть. Не всегда можно вообще на него сесть. Иногда садишься, но он крутит педали и не едет. Ну, и у него нет тормозов. Ну, так или иначе, это альфа-тест. И мне все-таки удалось сесть на велосипед и доехать до агентства по занятости. Дичто подобное я уже показывал на одном из проектов. Здесь выполнено примерно так же. Ну, естественно, оформлено в своем стиле. Все по-другому сделано. Все опять сделано красиво, начиная с антуража, заканчивая менюшками и доступностью. Единственное, что не всегда можно понять. Тут, что я имею в виду. Вы взаимодействуете с NPC-шкой, он дает вам задание. А оказывается, надо еще раз с ним взаимодействовать, чтобы задание продлилось. Вот с этим бы не мешало бы поработать. А так, в целом, как я говорил уже и раньше, все очень доступно, красиво и все очень интуитивно. Тут же загорается на карте метка, куда вам надо идти. Так квест и будет продолжаться дальше. Забегая вперед, скажу, что я покажу вам несколько рабочих занятий, которые здесь есть. И немножко расскажу об этой системе. Но сюда мы больше возвращаться уже не будем. Но все взаимодействие будет происходить через агентство занятости. Ну, такая здесь система. В дальнейшем мы это увидим. Берем первое рабочее занятие. Здесь же прямо и устраиваемся. Есть форма. Здесь же сразу мы ее и получаем. И отправляемся на наше рабочее занятие. А это работа строителя, который находится сразу же через дорогу. Но вот тут у меня случился еще один баг, связанный с этими же велосипедами. То есть я попытался на него сесть, но все зависло. Это альфа-тест. И вот это я еще могу прекрасно понять. Потому что для этого мы и пришли сюда, чтобы потестировать и показать разработчикам, какие еще есть какие-то недостатки или вот такие вот баги. Зависло у меня все. И пришлось, естественно, перезаходить. После перезахода, кстати, появился администратор, свалился с неба. Я хотел у него спросить, что мне делать, но ему было не до меня. Он тэпнул себе новый вертолет и улетел. Не знаю, чем они тут занимаются, администраторы. Но в дальнейшем мы это еще увидим. Я сел на велосипед и вот что у меня получилось. Педаль я кручу, а ехать не могу. Поэтому дальше мы побежали бегом на строительную площадку. Ну а на строительной площадке все та же картина. Это я к тому, что, друзья, вы приглашаете игроков, чтобы они побегали, потестили. А на чем они будут ездить? На чем они будут тестить? Бензин кончается, я так понимаю, потому что машины, в любую машину, в которую бы вы не сели, она будет с пустым баком. И они везде вот так вот разбросаны. Вместо того, чтобы бегать, я имею ввиду администрацию, вместо того, чтобы просто так бегать, тпшить себе какой-то транспорт и разбрасывать его по проекту, вы бы лучше почистили карту, поубирали бы вот эти вот мертвые машины, которые валяются везде вообще, а не только нагружают карту. Ну и вот за рабочие занятия. Тут ничего удивительного нету. Надо сказать, что у каждого рабочего занятия здесь есть подкатегория, кроме вот этого первого ознакомительного, который находится рядом с агентством. Работа строителя. Она не имеет подкатегории. Все остальные рабочие занятия, которые я вам покажу, которые попробую вам показать, они имеют подкатегории. То есть вы сначала устраиваетесь как бы на нижнюю ступень, потом берете какое-то, делаете, выполняете какое-то задание, да, и переходите на следующую ступень, на этом же рабочем занятии, но уже как бы с повышением. Работа строителя не имеет такой градации, но выглядит она вот таким вот образом. Здесь я, может быть, на месте разработчиков бы немножко сделал поближе эти точки, потому что бегать приходится очень много. Там, где мы берем эти блоки, эти точки находятся в котлованах. Ну а, естественно, бежать с этим блоком в руках и перепрыгивая невозможно. Поэтому это все затягивается. Сейчас надо было бы пробежать всего 10 точек. Но это ознакомительно, поэтому я так думаю, что это вот в дальнейшем это будет немножко побольше цифры. Наверное, уже будет не 10 блоков принести, а побольше какая-то будет, наверное, другая степень прокачки. Но пока вот это так. Ну и я бы на месте разработчиков поставил бы это хотя бы на одной плоскости, чтобы не надо было прыгать вот в эти вот котлованы и вылезать потом оттуда. Ну и может быть поближе, потому что даже 10 точек пробежать все равно очень муторное это занятие. А ведь это всего лишь начинающее занятие. Ну ни к чему, как и с вождением автомобиля, да, ни к чему гонять игрока по всей карте, по всему Лос-Антесу. Так же и здесь, но ни к чему гонять игрока через всю строительную площадку с котлованами. Лучше поместить в одной плоскости, чтобы бегал туда-сюда. Ну а из плюсов, вся работа, вся работа на проекте анимирована. Она имеет анимацию. И вот если я недавно показывал, рассказывал об одном из проектов, который был построен всего на одном скрипте. Скрипт был простой. На точке А у вас автоматически появляется предмет. На точке Б он исчезает. То здесь же нет. Здесь немножко посложнее. Здесь на каждом рабочем занятии, на каждом скрипте прописана своя анимация. Ну это в дальнейшем мы еще увидим. Ну и переходим дальше. А дальше я попытался решить проблему с передвижением на этом проекте, в этом альфа-тестировании. Чтобы каким-то образом перемещаться по карте. Потому что, ну, как я уже говорил, велосипеды это, конечно, хорошо. Но их мало и они баганы. Ну а транспорт не мешал бы. Я поехал в магазин. Кстати, вот так вот выглядит магазин. Рядом валяется синяя машинка, как всегда. Магазинчик красивый. Все здорово сделано, подобрано. Все симпатично. Нечто похожее я уже показывал. К менюшкам магазина, вы их сейчас видите, тоже претензий нет. Все здорово прописано, красиво, аккуратненько. Так, претензия одна, опять мелочь. Мелко написано, да, можете заметить, что даже нарисована сама машинка. И дальше идет ее название. Ну а справа ее характеристики. Все замечательно. Но почему так мелко? Ведь столько свободного места еще. А все равно так мелко. Вот, например, табличка, которая справа, она вообще занимает чуть больше половины экрана. Можно было бы ее сделать побольше на весь экран. Цвета сделать, например, помельче, а шрифт побольше. Ведь, как я всегда и говорю, что люди разные. У всех разные мониторы, у всех разные зрения. Кто-то играет с ноутбука. Но тяжело читать такие вот мелкие надписи. Почему об этом разработчики никогда не задумываются? Единственный, по-моему, проект на моей памяти, это Grand RP. Где этого, ну, я с этим не сталкивался. Там все таблички, все менюшки, которые всплывают. Там все такое анимированное, тоже красивое. Ну, если что, вот по этой ссылочке можете посмотреть. Там вот я с такой проблемой не сталкивался. Там, если есть мелочи, то написано это не столь важно. Но здесь важные таблички. И они написаны очень-очень мелко. Хотелось бы, чтобы разработчики все-таки задумывались о том, что могут играть на вашем проекте и люди с плохим зрением. И им будет сложно прочитать. Тем более сложно это прочитать, например, с ноутбука. Ну, а так в целом очень даже красиво, здорово сделано. Ну, все, в общем-то, перед вами. Машинка крутится очень-очень приятно. Право-влево. Приближения только нету. А вот прокручивание машинки очень приятненькое. Я попытался. Вы можете заметить, что стоимость машин все по 10 долларов. Я так понимаю, что вот это и была попытка решить проблему со стороны администрации по передвижению игроков по карте. Но я купил машину, а где она, я ее так и не нашел. И, видимо, ни я один ее не смог найти. Скорее всего, это не работает. Хорошая задумка выполнена, как всегда. Потому что, ну, на проекте валяются только велосипеды и только синие учебные машинки. Видимо, ни я один попытался купить, и ничего из этого хорошего не вышло. Все машинки другие, которые тут я видел, это админские. Я даже видел, как они их тпшат, и вам, в общем-то, даже это показывал. С передвижением вопрос так и не решился. Поэтому мне дальше пришлось передвигаться все на том же самом баганом велосипеде. А ехать пришлось в Пале ТБ, потому что следующее задание по этой линейке квестов, ознакомительный, нас отправляет именно в Пале ТБ. Туда-то вот я сейчас и еду. Ну, и, наверное, надо тоже отметить, что велосипеды здесь в основном очень быстрые. Вот этот вид велосипеда вообще разгоняется 75-76 км в час. Поэтому доехал я достаточно быстро. Но тут же надо отметить, что, ну, так нельзя делать со стороны разработчиков. Вы приглашаете людей и не обеспечиваете их всем необходимым. Это, ну, достаточно некрасиво сделано. Надо об этом заботиться и, ну, не бегать по проекту с админкой, да, тпшат себе любой транспорт, а зайди, как простой игрок. Вот я в каждом видео говорю, зайди, как простой игрок, и попробуй потестить сам то, что ты предлагаешь тестить нам. Ну, а вот так вот это, конечно, не очень красиво сделано. Заходите, тестируйте, пишите свои пожелания, комментарии, ну, а существуйте здесь, как хотите, блин. Нам на это насрать. Ну, в общем, доехал я до Палета Бэй. Здесь нас встречает еще один NPC-шка, который предлагает сразу же три рабочих занятия. Две фермы. Одна здесь же в Палета Бэй, другая где-то в окрестностях. И куриное производство. Естественно, я знаю, что куриное производство находится вот здесь, прямо через дорогу. Поэтому я выбрал его, а не эти вот остальные фермерские угодья, какие здесь есть. Они тоже есть. Бежим туда, на это куриное производство. Ну, не бежим, едем. И оно, естественно, располагается в стандартном месте. Ну, это понятно, потому что такая достаточно раскрученная и всеми известная локация, которая уже под антураж сделана, поэтому там и работать не надо. В общем-то, устанавливаем туда рабочие занятия, прописываем скрипты, анимацию и, пожалуйста. Выглядит все вот таким вот образом. И да, действительно, смотрите, вот опять одно из нюансов. Смотрите, какая форма у человека, когда он устраивается. И смешная, и тем не менее она еще и яркая. И факт того, что она вообще есть. Потому что я показывал подобное куриное производство, где были и джинсы какие-то выдавались, там, ну, всякое разное. Здесь сделано прикольно. Проходим на точку взаимодействия. Это склады в самом конце этого производства. И здесь, вот, как я и говорил, да, здесь на каждом рабочем занятии есть своя анимация. И эта анимация здесь уже совсем другая. То есть не взята одна и та же, здесь совсем другая анимация. Вы ее сейчас видите. Подбираем здесь коробки, несем в вагоны и ее там выгружаем. Соответственно, на выгрузке уже совсем другая анимация. Это что касаемо плюсов данной работы. Из минусов, это опять огромный разброс точек. Есть точки в самом дальнем. Даже есть отдельно стоящие вагоны и туда надо носить. Следующая анимация, это есть. Но почему вы не сделали открытые вагоны? Мы грузим через текстуру вагона. Это, ну, это некрасиво. Это как-то неантуражно. И это убивает вообще смысл этой анимации. Потому что мы убираем какую-то коробку в текстуру. Это второе. Ну и третье, это не прописано направление анимации. То есть вы можете как подбирать коробку задницей, например, поворачиваясь. Да, и берешь коробку из ниоткуда. Также вы можете ее и ложить. Тоже не разворачиваясь в нужном направлении. Просто можно убрать коробку в воздух. Это из-за того, что не прописано направление анимации. Она срабатывает на тригере в любую сторону. Ну, это бы тоже не мешало поправить. Будет гораздо интереснее. Потому что, согласитесь, когда сюда придет много людей. И будут этим все заниматься и бегать здесь. Будет это выглядеть вообще неантуражно и некрасиво. Потому что будут подбираться коробки хрен знает откуда. И точно так же они будут убираться хрен знает куда. Только ради того, чтобы быстрее это все проделать. Ну и расстановка точек. Ну, я не вижу смысла делать вот такие большие расстояния. Ну, зачем это? Это же мучение для игрока. Бегать вот такое вот расстояние. Преодолевая эти вагоны, повороты, завороты, перелезая через вагоны. Это, ну, абсолютно ни к чему. Это вот, я всегда говорю, что, ну, сам разработчик, администрация, они должны это пробовать и на себе прочувствовать все это. Я вот, когда захожу на проект, я всегда, я не договариваюсь с администрацией, ни с кем не разговариваю. Я сам на себе пытаюсь пронести эту ношу. И вот я вам скажу, что, ну, это сложно. Сейчас нужно по квестовой линейке пронести всего 25 этих коробок. Я не знаю, как это будет работать дальше. Какие-то будут, наверное, другие условия. Будет прокачка, потому что на этом рабочем занятии есть две подкатегории. Первая подкатегория – это то, чем мы сейчас занимаемся, носим коробки. И вторая, когда вы достигнете, видимо, какого-то уровня, пока еще нету этих уровней, но, видимо, когда вы его достигнете, вам предложится другая работа. Это уже развозка товара по ресторанам, по точкам на карте. Но она, к сожалению, пока не работает. Я отнес все 25 коробок, попытался устроиться на вторую работу. Она сработала, то есть меня приняли на другую работу, но триггеры загорелись, а транспорта мне не дали. Хотя на сайте в группе ВКонтакте я видел, что стояла машина, как раз раскрашенная вот под этот вот логотип. Куридный колокольчик вот этот, или как он тут называется. Но вот сейчас она не работает. То есть работа вам предлагается, триггеры, метки на карте загораются, а машины нету. Я попробовал на велосипеде, ну вот как это пока что выглядит. Ну вот это как раз и относится к альфа-тестированию. Да, надо выявлять вот такие вот подобные косячки. Это я прекрасно понимаю, для этого как раз альфа-тестирование и происходит. Для того, чтобы игроки заходили, отыскивали, отписывались. Ну и вот, в общем-то, таким образом выявлялись какие-то негативные моменты в этом проекте. И несмотря на то, что проект еще можно сказать очень и очень сырой. Да не можно сказать, а так оно и есть. Он очень сырой, много чего не работает. Но уже направление и то, что уже сделали разработчики, того, что они уже смогли добиться, можно судить о том, что проект в принципе будет интересным. Много рабочих занятий, много интересных механик, взаимодействий, красивые менюшки. Все выполнено достаточно интересно и красиво. Я думаю, что когда будет релиз, на этот проект будет смысл зайти и посмотреть, что же в результате все-таки получится. Ну это что касаемо проекта, в общем-то, для чего мы сюда зашли посмотреть на него, пускай еще в сыром таком вот виде. Но несмотря на это, уже видна концепция проекта, видно, что было проделано, видно направление. Ну в принципе, я так думаю, что на релизе все-таки это все будет исправлено и будет достаточно интересно сюда все-таки зайти и попробовать здесь поиграть. Но это, как я уже сказал, что касаемо проекта. А вот что касаемо отношения к тому, что вы открыли альфа-тестирование, позвали игроков, отношение к игрокам мне очень не понравилось. Потому что в дальнейшем понеслась вот такая дичь, которую вы сейчас видите. Я уже показывал администратора, который свалился на вертолете с неба, посмотрел на меня, ничего не сказав, тэпнул себе новый вертолет и улетел. Вот еще один, который решил позабавиться, просто убивая меня. Мало того, что я трачу свое время ради вашего проекта. Я пришел на ваш проект потратить свое время и потестировать его, побегать, посмотреть на что-то, в общем-то поучаствовать в этом. Так вы решили, что вы можете пофаниться за мой счет. Это очень и очень некрасиво. А я уверен, что вот это дело рук администратора. Это не читер. Да, он везде тпшился, он на тпшился весь кучу машин, постоянно убивал меня. Это не читер. Читер бы так себя вести не стал. На проекте, где проходит альфа-тестирование, и всего, помимо него, 4 человека, велика вероятность, что ты сейчас замаслишь главного администратора или, может быть, даже самого разработчика. Нет, это и есть один из администраторов. Он прекрасно знал, в кого надо стрелять, зачем надо стрелять. Вот такое вот поведение. Мало того, что от вас нет никакой помощи для игроков, которых вы зовете потестить ваш проект, так вы еще и мешаете заниматься тем, для чего сюда люди заходят. Неудивительно, что у вас на альфа-тесте всего 4 человека. Такое отношение, на мой взгляд, неприемлемо. Если вы созываете игроков, просите зайти потестить, а потом вот такое вот отношение. Вы не оказываете ни помощи, ничего, а только мешаете. Это, на мой взгляд, очень и очень некрасиво. Ну, а посему я не смогу вам показать дальнейшие рабочие занятия и вообще какое-то развитие на этом проекте, какие-то фишки, еще интересные нововведения. Я не считаю нужным существовать на этом проекте и заниматься тестированием с таким отношением со стороны администрации. Ну, на этом будем заканчивать. Спасибо всем, кто зашел. Спасибо всем, кто посмотрел. Играйте в игры, получайте удовольствие. Ну, и всего вам доброго. Доброго. Субтитры сделал DimaTorzok